Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как приготовить эффективную приманку желудочного действия против слизней. Слизни досаждают в саду и в огороде очень часто. Особенно сильно они развиваются там, где участки переувлажненные. Поэтому существует множество разных способов и мероприятий, как уменьшить количество слизней. Это и выкашивание для того, чтобы посадки лучше проветривались, это прореживание посадок, это увеличение солнечного света в посадках, это различные мелиоративные мероприятия для того, чтобы снизить влажность на участке, это и химические способы борьбы, это такие всевозможные любительские способы борьбы, такие как посыпание дорожек, там где слизни передвигаются, удобрениями всевозможными, опрыскивание растворами удобрений, как дорожек, так и самих слизней, использование нашатырного спирта и многие другие. Информации можно найти много-много. В том числе в магазинах продаются и специальные приманки для борьбы со слизнями. Эти приманки, гроза и прочие другие, они, попадая в желудочно-кишечный тракт слизня, вызывают нарушение деятельности его организма и слизень погибает, либо перестает питаться, но впоследствии тоже погибает. Если же прошел дождик, то слизень на такую приманку может просто наползти, и она вызывает у него раздражение. Но, как показывает практика, для того, чтобы борьба со слизнями с помощью этих коммерческих приманок была эффективной, необходимо использовать их довольно большое количество. Для некоторых это может быть проблемой в связи с ограниченными финансовыми возможностями. Для того, чтобы как-то порешать эту проблему, я предлагаю вам приготовить собственную приманку, которая совсем неплохо работает. Как и коммерческие приманки, она также при поедании, если в небольшой дозе слизень поел, то он просто прекращает питаться. Если в большой дозе, то он тут же погибает. Если же приманка по какой-то причине раскисла, от дождя, там еще по каким-то причинам, то в этом случае при наползании, при контакте с этой приманкой, вещества, входящие в состав приманки, будут раздражать тело слизня, и он будет стараться покинуть эти места. Когда мы готовим приманки, будь то от муравьев, или будь то от слизней, или еще от кого-то, краеугольным камнем является необходимость предотвращения поедания ее детьми, ну, что более редкий случай, и домашними животными, в частности собаками, что является более таким вероятным случаем, более вероятным риском. Мы эти вопросы также предусмотрели. Итак, состав приманки очень-очень простой. Для приготовления приманки нам понадобятся овсяные отруби. Именно овсяные, потому что среди множества различных видов отрубей, именно овсяные отруби очень хорошо склеиваются, клеются. А нам необходимо будет потом из нашей приманки сформировать такие небольшие кусочки, шарики, ну, что-то такое в этом роде, для того, чтобы разбросать по участку. Размер этих шариков приманок должен быть не более горохового зерна, ну, горошинки. Соответственно, надо, ну, представлять, как потом это должно все скатываться, и как оно должно потом выглядеть. Если у вас нет овсяных отрубей, вы можете взять абсолютно любую муку. Это может быть пшеничная мука, это может быть овсяная мука, это может быть толокно. Толокно можно прибавить в количестве около 10% к любому из составов, потому что слизни очень-очень любят толокно и очень падки на этот продукт. Ну, собственно говоря, как и я сам. Но я буду делать простейший вариант, а модификации, пожалуйста, можно дома делать. То есть, прибавлять в любом количестве пшеничную или овсяную муку, либо толокно в объеме не более 10% от общего количества вот какого-то пищевого продукта, которым вы привлекаете слизня. Итак, у меня 200 грамм овсяных отрубей. Для того, чтобы сделать приманку, ядовитым компонентом будет являться железный купорос. Количество железного купороса должно быть примерно 10% от массы вот этого вот съедобного продукта. От массы съедобного продукта. Значит, если у меня 200 грамм отрубей, то мне необходимо примерно 20 грамм самого обыкновенного железного купороса. 20 грамм железного купороса – это 1 чайная ложечка вместе с верхом. Вот такая вот чайная ложечка. Кроме того, для того, чтобы погасить излишнюю кислотность медного железного купороса и чтобы придать приманке более привлекательный вкус для слизня, сюда нужно добавить примерно 1 чайную ложку с горкой самого обыкновенного мела. Вы можете взять даже строительный мел. После того, как вот эти компоненты были соединены вместе, их надо тщательно, равномерно перемешать. Перемешать как следует. Чем лучше вы перемешаете, тем равномернее по составу будет ваша приманка. В качестве жидкого компонента, которым мы будем склеивать отруби или муку, в зависимости от того, что вы взяли, мы возьмем молочную сыворотку. Вы также можете взять самый обыкновенный кефир или простоквашу. Но по опыту скажу, что сыворотка является более удобной, поскольку она не содержит каких-то кусочков, частичек свернувшегося молока и так далее. Итак, после того, как вы тщательно перемешали, можно закрыть крышкой и потрясти как следует, мы прибавляем сюда сыворотку. В зависимости от того, какие отруби или муку, или с каким добавлением вы взяли основной продукт, вам понадобится большее или меньшее количество сыворотки. Но сыворотку надо подливать таким образом, чтобы в конце концов у вас получилось достаточно плотное тесто. После того, как вы все это вымешали и у вас получилось достаточно плотное тесто, лучше всего надеть резиновые перчатки и с помощью резиновых перчаток скатать небольшие горошинки. Такие горошинки вы можете выложить на лист бумаги, на газету и поставить на батарею, например, или в какое-то теплое сухое место для того, чтобы они как следует высохли и впоследствии не склеивались друг с дружкой. Ну, на самом деле, все это достаточно сделать просто. Я не рекомендую вам сразу много сыворотки лить для того, чтобы не разжижить эту систему и для того, чтобы потом не пришлось прибавлять какие-то количества купороса, отрубей или муки. Для того, чтобы сделать эту приманку непривлекательной для домашних животных, можно туда положить какое-то очень горькое вещество, которое, в общем-то, не очень доступно в быту. Я экспериментировал, например, с горькими антибиотиками, с порошками, с какими-то горькими лекарственными средствами, на которые не реагирует совершенно никак слизень, но реагирует, например, человек, ребенок или домашнее животное. В принципе, можно это сделать, но я, конечно, не рекомендую все-таки. Это все-таки лекарства, это все-таки какие-то небезопасные вещи. Испытав, ну, правда, не на слизнях, а на улитках, таких виноградных, они, в общем, весьма близкие родственники, оказалось, что масло тимьяна является довольно хорошим средством, на которое не реагируют слизни, а на которое реагируют домашние животные. Если пища пахнет маслом тимьяна, то в этом случае собака его уже не съест. Поэтому вот на 200 грамм отрубей или муки необходимо сюда прибавить примерно где-то, ну, 15-20 капель масла тимьяна. Когда вы туда его накапаете, ну, естественно, что это тесто нужно взять и как следует, как следует вымешать. В принципе, эти капельки масла можно добавлять в сухую муку, в сухие отруби, ну, для того, чтобы распределить это масло более равномерно по всей вот этой вашей системе. Надо отметить, что вот эти вещества, которые входят в состав этой приманки, не являются токсичными для большинства полезных животных, которые обитают в почве, ну, или у нас в огороде. Ну, для тех же лягушек, которые охотятся на слизней. И абсолютно безопасно для дождевых червей. Кроме того, если ваши растения еще испытывают дефицит по железу, то в любом случае это железо впоследствии попадет к вам в почву, в грядки и будет обеспечивать растения железом, чтобы они не хлорозили. Будь то эта приманка раскиснет после дождя, или же она, это железо уже с умершим слизнем, с разложившимся впоследствии попадет в почву. Конечно, если у вас в огороде гуляют куры по какой-то причине, и если слизни подохнут и куры наедятся в большом количестве этих слизней, то ничего хорошего из этого не будет. Курица, конечно, не помрет, но, в общем, чувствовать себя она может плохо. Поэтому будь то промышленные приманки, будь то вот такие вот домашние приманки, какие бы вы ни делали, вы должны ограничить поход домашней птицы в огород в случае, если вы там раскладываете эту приманку. Потому что все-таки курица нормально, в отличие от собаки, например, реагирует на масло тимьяна. Она может склевать как приманку форма, и, так сказать, содержимое вполне ее устроит, так и вот этого слизня, который будет внутри себя содержать хоть и очень небольшое количество железа, потому что он же эту горошину всю не съест, он съест только небольшое количество. Но все-таки, если курица будет есть много этих слизней подохших, ну или там все еще живых, но уже умирающих, тоже не будет ничего хорошего. То есть, несмотря на то, что мы предприняли некоторые меры безопасности, все-таки необходимо ограничивать домашних животных в том, чтобы они могли поглощать эти приманки. Вот, как вы видите, катаются вот эти вот горошинки очень легко. Вы их накатать можете достаточно в большом количестве, и вы должны рассчитывать, что таких горошинок надо разбросать 10-15 штук на вашем участке, в зависимости от того, насколько по слизням напряженная у вас обстановка. Ну, можно чуть большего размера, чуть меньшего, но примерно размером с горошину. В принципе, эта вот вся система, она не токсична для кожи. Я вот видите, катаю это без всяких перчаток. Но просто руки немножко пахнут купоросом, пахнут железом. Поэтому лучше можно это сделать, и может быть даже и нужно это делать в перчатках. Что можно взять вместо сыворотки? В принципе, вместо сыворотки вы можете взять сладкий квас, или можете взять пиво, или любой продукт брожения. То есть, если у вас что-то вдруг дома забродило, вы можете это еще подбродить чуть-чуть, и тоже замешать вот эти отруби с железным купоросом и муку. Кроме того, если и хотеть сделать это средство еще более эффективным, то вот на 200 грамм отруби или муки можно добавить чайную ложечку сухих дрожжей. Это повысит привлекательность этой примянки для слизней. Но на самом деле слизни прекрасно также реагируют и на молочную сыворотку. Ну, надо сказать, что в основном, ну вот дети взять такой вот шарик в рот, ну в рот, может быть, они его и положат, но обязательно выплюнут. Почему? Потому что вот этот вот запах железа, он все-таки является и вкус крайне неприятным. А вот количество, которое содержится в одной такой горошинке, даже железного купороса, оно не вызовет каких-то серьезных отравлений у ребенка. Можно было бы ведь и большего размера их катать, но они катаются именно таким образом, что если ребенок случайно схватит ее, положит в рот, ну и какое-то количество проглотит все-таки, чтобы вот это количество не оказывало никакого опасного токсического влияния на организм человека. Ну или собаки, если она схватит, вдруг даже масло испарится, перестанет пахнуть и по языку размажется. Ну тоже не будет опасно для здоровья животного такое вот количество. Птицы, как правило, также они чувствуют высокое содержание купороса здесь и не склевывают. Ну вот куры почему-то иногда могут и поклевать немножечко, и могут. А вот такие, как голуби, например, мы испытывали на голубях, просто разбрасывали, и вот не клюют они их, не реагируют они на них. Поэтому вот эта рецептура является достаточно безопасной для окружающей среды, безопасной для растений, безопасной для других животных, а для слизней она является достаточно губительной. Если вы разбрасываете под листья, где-то под хосту, под землянику, еще где-то, то даже в случае, если прошел дождик, ну оно так быстро не раскисает. Разумеется, что в идеале раскладывать эту приманку нужно, ну на какие-то, может быть, крышечки пластмассовые, может быть, на кусочки линолеума, на пленку, еще что-то, потому что если влага из почвы будет подтягиваться, то постепенно этот вот шарик этот будет раскисать. Но главное, чтобы его не размыло. На самом деле, даже если он немножечко раскис, то слизень все равно его с удовольствием подъест, все равно с большим удовольствием он его будет грызть. Поэтому можете заморачиваться с какими-то крышечками пластмассовыми, а можете класть и прямо на землю. Лишь бы эта земля, ну не была такой уже слишком переувлажненной, слишком мокрой, чтобы с нее не текло. Во всех остальных случаях пользоваться вот этим очень удобно и эффективно. Что ж, я на этом прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы на портале процветок.ком. Надеюсь, наши советы помогают вам вести эффективное сельское подсобное хозяйство, наслаждаться огородничеством и земледелием в целом и получать здоровые и безопасные урожаи. Всего хорошего!